Так, ну, значит, ну, тему вот вы прочитали, кто по-русски читает. Следующий кадр это будет на английском языке. И дело в том, что у нас есть зарубежные гости, которые плохо понимают русский язык, поэтому я решил некоторые, значит, слайды, которые, значит, содержат много текста, сделать двух экземпляров на русском и английском языке. Вот следующий слайд. На русском языке, значит, и давайте следующий кадр на английском языке, и я скажу по-русски, вы поймете, а по-английски я уже прочитаю. Значит, был создан никель-водородный реактор, который непрерывно работал в течение 7 месяцев с выделением тепловой энергии, избыточной тепловой энергии, превышающей затраченной электроэнергию на уровне от 200 до 1000 ватт. И тепловой коэффициент от 1,6 до 3,6. Завершение работы реактора связано с исчерпанием ресурса реактора. Это очень важно, такого еще не удавалось достичь всегда, это было из-за какого-то перегорания. Общая выделенная энергия около 4100 мега джури. Это уже приближается к тому, о чем говорил РОССИ, что выделил реактор РОССИ, от которого, собственно, эти исследования начались. В качестве топливого реактора, значит, был использован насыщенный водородом никель, весящий 1,2 грамма, но если посмотреть, сколько выделяется энергии на один атом никеля, получается 2,1 мега. Ну и кроме того, начали мы изучать изменения элементного изотопного состава топлива и конструкционных материалов. Топливо находится внутри керамических трубочек, которые оббиты вольфрамовым нагревателем. Вот это выводы от вольфрамового нагревателя. Здесь имеется внутри термопара, термопара также имеется снаружи. Значит, это тоже керамическая трубочка. Здесь сделано, здесь, значит, на торцах герметик имеется, и здесь тоже герметик. Но что интересно, я в последнее время использую в качестве герметика силикон, который обладает очень ценными свойствами. Во-первых, он эластичный, и поэтому, когда опять возникают тепловые деформации, не возникает никаких трещин, что было всегда, что очень вредило, когда мы использовали эпоксидную смолу. И, кроме того, оказалось возможным теперь вводить в этот силикон, через этот силикон вводить иглы от медицинского шприца. И через эти иглы можно, значит, заполнять, откачивать, заполнять, значит, водородом или подключать манометр. Более того, даже если мы эту иголку потом вынимаем, герметичность не нарушается. Это очень удобно для того, чтобы эксплуатировать этот реактор. Ну, вот здесь вот реальный снимок реактора перед сборкой, видите, это наружная керамическая труба, вот эта вот внутренняя керамическая труба с топливом, обвитая, значит, вольфрамовым проводом. Здесь вот имеются, значит, пробки, которые все-таки препятствуют распространению тепла к торцам реактора. Ну, такое вот, на первый взгляд, довольно простое устройство. Ну, тут на этом весь фокус заключается в подборе этих материалов. Особенно важно правильно подобрать материал внутренней трубки. Дальше. Ну, вот если есть переводчик, хорошо бы, значит, чтобы он переводил все этот текст. Значит, перед запуском реактора необходимо было провести предварительные операции, обоситить никель водорода. Значит, в чем они состояли? Во-первых, надо было откачать воздух. Откачивался воздух из реактора форуакуумного насоса. Далее. Значит, был реактор наполнен водородом за давление близким к атмосфере. Ну, надо сказать, что я избегаю возникновения высоких давлений, потому что это может привести к выбиванию пробок по торцам и нарушению генетичности. Поэтому я работаю при давлении близком к атмосферному или вот даже ниже атмосферы. Далее. Далее. Далее происходил нагрев центральной зоны реактора до 300 градусов по Цельсию. И, значит, такая температура выдерживалась сутки. Дальше. Еще раз происходила откачка форуакуумным насосом. Для чего это надо? Это надо для того, чтобы первая операция, операция под номером 3, она нужна для того, чтобы убрать оксиды с поверхности никеля. Оксид, реагируя с водородом, образует воду, которую необходимо удалить. Вот эта откачка, она удаляет образующуюся воду. Далее. Нагреваем центральную зону до температуры 350 градусов по Цельсию. И выдерживаем... А, да. Нагреваем. Там еще дополнительно уходят водяные пары и все остальное не нужное. И далее наполняем водородом до давления, опять-таки, близкого к атмосферному. И выдерживаем двое суток при такой температуре 350 градусов. И давление при этом становится меньше атмосферного на 0,2 атмосферы. То есть, значит, водород всасывается, видимо, никелем, но уже с чего он чем-то поглощается далее. Так, ну вот это вот уже, значит, здесь показаны реакторы, источник питания, измерительная аппаратура в процессе работы. Вот видите, вот раскаленная центральная зона реактора. Здесь вот у нас такие, вот это отражатели тепла, чтобы тепло не грело окружающие, значит, аппаратуры. И вот эти радиаторы нельзя, чтобы грелись. Здесь вот хомуты такие алюминиевые, которые перехватывают тепло, идущее от реактора. И так, значит, это тепло рассеивается вот этими радиаторами. И далее, значит, здесь, после этого, вот здесь уже в этой зоне температура после этих мер оказывается не выше 50 градусов. То есть это высокая... Ну, вообще-то силикон выдерживает до 200 градусов, даже 250 градусов. Ну, здесь запасы. Ну, здесь вот силовая часть, здесь вот манометр диафрагменный, который дает, значит, информацию в виде электрического сигнала. Вот. Давайте дальше. Схема электропитания и измерительная аппаратура. Для питания нагревателя использован трансформатор с переключающимися обмотками. Значит, здесь простейшие схемы использованы. Никакой особой автоматической регулировки не было сделано. Значит, напряжение и ток измерялись, во-первых, непосредственно, значит, вблизи нагревателя. Во-вторых, еще измерялась потребляемая мощность. И еще использовался счетчик, значит, электропотребленный электроэнергетом. Ну, измерялась в двух местах температура. Значит, снималась информация, значит, манометр, вот, манометр измерял давление. И вот компьютер еще регистрировал, во-первых, информацию со счетчика, информацию о температуре, информацию со счетчика Геггера. Счетчик Геггера работал, но он ничего интересного не обнаружил. Вот это вот клапан, который необходим для того, чтобы, если давление в реакторе повышается очень сильно, то клапан открывался, и давление становилось до атмосферного. Так, дальше. Очень важный вопрос определить, какая мощность, отделить мощность, которая выделяется в результате нагрева электрическим током, и которая выделяется, избыточная мощность, выделяемая в результате холодного синтеза, холодных термотранспортаций. Значит, как это было сделано в данном случае? Конечно, лучше всего эту задачу решать при помощи калориметров, но когда реактор должен работать очень долго, то применение калориметра в засруднительном становятся. Значит, дело у всех это следующим образом. Получалась информация о том, какая мощность нагрева требуется для достижения определенной температуры без того, как выделялась избыточная энергия. Это сделалось, ну, когда температура меньше 1000 градусов, здесь нет избыточной энергии, поэтому эту кривую можно строить просто непосредственно измерением. А дальше вот нам здесь очень благоприятное такое условие появилось, что реактор исчерпал свой ресурс, и в конце он уже не работал, не выделял избыточную энергию. Поэтому вот уже оказалось возможно вот измерениями в конце работы реактора достроить эту кривую до более высоких температур. И она аппроксимируется, это очень хорошо зависимость аппроксимируется по реному четвертой степени. Значит, почему? Потому что, во-первых, вот если взять три типа теплоотвода, теплоотвода тепла, во-первых, теплопроводность, вторая, значит, конвекция, и третье, это излучение. В первом приближении теплопроводность и конвекция линейно зависит от мощности, линейно зависит от температуры. А, значит, излучение зависит от температуры в четвертой степени. Поэтому, вот, значит, появляется четвертая степень и, значит, первая степень. А вот это вот, значит, промежуточные члены, они связаны с тем, что коэффициенты теплопроводности, там, коэффициенты излучения, они не постоянны, и поэтому приходится вводить некоторые поправки. Ну, вот, очень хорошая, хорошая аппроксимация получается. Следующее. Вот это вот что получается в реальности, когда работал реактор. Вот это вот та самая кривая, которую мы видели. А вот эти точки, это замеры, которые были в процессе работы реактора. А избыточная мощность, это разница. Вот мы измеряем мощность, значит, при определенной температуре и сравниваем с тем, что было бы, если бы не было избыточного тепловыделения. И вот эта вот, значит, вот эта вот разница, она и есть избыточная мощность. Вот видите, вот в основном, значит, вот работа вот здесь происходила, здесь примерно в полтора раза превышает, значит, избыточная, то есть избыточная мощность, примерно половина от потребляемой электроэнергии, то есть тепловой коэффициент 1,5, где-то 1,6. А вот здесь даже, в некоторых случаях, вот видите, какая получается громадная разница, здесь вот, это то, что я уже говорил, здесь тепловой коэффициент 3,6. Дальше. Ну, вот реально, как работал реактор. Первый день работы постепенно повышается вот здесь мощность, видно, дальше что написано. Видно, синий – это мощность, зеленый – это температура провода нагревателя, а дальше температура внутри. Температура провода нагревателя. Вальфрамовый нагреватель, он очень хорош тем, что вальфрам сильно меняет свою электропроводность в зависимости от температуры. И причем эта зависимость хорошо известна, поэтому, зная сопротивление нагревателя, легко определить, какая у него температура. Значит, мощность, измеряя ток и напряжение на нагревателе, мы, если умножаем ток на напряжение, повышаем мощность, а если делим напряжение на ток, получаем сопротивление. Все очень просто. Но, к сожалению, вот этот, это только можно использовать вначале, потому что в дальнейшем свойства вальфрама меняются. Ну, короче, вот смотрите, вот мы сначала нагреваем, повышаем мощность электронагрева. Вот видите, здесь температура внутри реактора и температура провода нагревателя совершенно одинаковые идут. Ну, немножко нагреватель больше. А когда мы достигли какого-то порога, вот здесь тысяча градусов с чем-то, у нас температура внутри реактора становится больше температуры нагревателя. А дальше она вообще еще больше становится. Это говорит о том, что появился дополнительный источник тепла внутри реактора. В первый день достигнут тепловой коэффициент 1,2. Следующее. Вот здесь на протяжении второго дня работы постепенно тепловой коэффициент увеличился, и вот он достиг двойки. Потом я стал еще повышать мощность электронагрева, и тут произошло такое интересное непонятное явление. Значит, сначала мощность электронагрева приводила к повышению температуры внутри и, соответственно, повышению теплового коэффициента. Потом при какой-то мощности температура внутри довольно сильно упала, соответственно, и тепловой коэффициент упал. Ну, а потом она опять через какое-то время выносила температура нагревателя и тепловой коэффициент вот здесь до всех рекордных значений 3,60. Ну, вот этот провал, трудно сказать, с чем он связан. Ну, может быть, это связано с тем, что здесь температурой как раз 1400 градусов, 1500 происходит плавление никеля, может быть, с этим связано. А когда он уже расплавляется, начинаются процессы еще более сильные, чем до плавления. Ну, и потом постепенно, постепенно все-таки тепловой коэффициент, температура и мощность начали падать. И буквально годы где-то до полутора. Ну, так потом собственно и держалось. Дальше. Ну, вот это уже то, что осталось на протяжении 7 месяцев. здесь вот еще еще произошел один рост при неизменной мощности нагрева произошел рост температуры и рост теплового коэффициента до 2,5. Ну, потом, значит, температура потихонечку стала расти, расти, вот видите, на протяжении нескольких месяцев и, соответственно, тепловой коэффициент стал расти, потом стал снижаться, потом стал снижаться. Вот я попробовал дальше вот в какой-то момент времени вот видите, да, вот это вот давление. Давление, оно вначале было минус 0,4 пары, то есть разрежение, потом снижалось, снижалось до 0,2, до 0,8 пары, то есть довольно сильное разрежение получилось. И так оно держалось, держалось, держалось. вот когда началось снижение температуры и теплового коэффициента, я попробовал добавить водород, значит, решив, что это поможет. Действительно, небольшое улучшение произошло. Видите, тепловой коэффициент увеличился и на какое-то время держался на более высоком уровне. Потом он стал снижаться, снижаться, снижаться. Вот здесь вот я еще раз попробовал подбавить водорода. чуть-чуть вырос. И дальше уже вот видите, он тепловой коэффициент фактически пришел к единице, то есть реактор, можно сказать, исчерпал свой ресурс. ну давайте следующий. Ну очень-очень важно знать вообще, что в действительности происходит внутри реактора. Поэтому очень важно сделать анализ элементных и натопных изменений в топливе и концепционных материалах. мы подключили к этому важному делу три организации. Синтез тех, о котором мы уже здесь много говорили, Ампертек, это опять какая-то дочерняя организация ФИАНа, и университет Упсела, Швеция. Но эти анализы, они, как всегда, делаются очень медленно, и поэтому только частично эти анализы были сделаны из университета Упсела. Вообще пока не было никаких сведений, хотя они сказали, что начали анализы. Какие методы использовались? Метод рентгенопроэффициентной спецкопии позволяет определять элемент изотопный состав. Метод ICPMS масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой позволяет определять изотопный состав. Давайте дальше. Вот. Ну вот, вместо того, чтобы здесь показывать громадные таблицы с процентами, где чего изменилось, я сделал вот такую картину. Вот этот реактор после того, как он прекратил свою работу, он был разобран. Керамика здесь стала очень хрупкой, ее просто можно было отломить. Значит, это вот внутренняя трубка, это вот теплоизоляция, это вот центрирующая шайба, это вот прошло, который накопился в пространстве между внутренней трубкой и внешней. Вот. И были сделаны анализы, пока, значит, в основном это анализом под алюминиевым, это профилосцентом анализом. Значит, здесь показано, где, в какой, в какой части реактора, что, значит, у нас накопилось. Здесь не показаны элементы, которых изначально много, такие, как алюминий, кислород, кремний, а показаны элементы, которых изначально практически не было, и потом стало значительно больше. Вот видите, значит, здесь появились такие элементы, как галлий, очень редкий элемент, который непонятно от куда мог взяться, ланадий, хрома тоже здесь не было. Но вот в альфрамовой проволоке, значит, обнаружено накопление только гафния. И тоже немного, сравнительно немного элементов накопилось в самом, то, что было топливом тогда, а теперь стало такой массой спеченой. Здесь титан, железо, кобальт, ну и кальций. Значит, как это можно понимать? Вот если мы анализируем горячую зону, то надо учитывать, что если образуются элементы, которые обладают высокой летучестью, они образовавшись, тут же испаряются и оседают на холодных частях реакции. Поэтому вот можно ожидать, что никель порождает много цинка, но цинк имеет температуру 900 градусов кипения, конечно, он же сразу испаряется и выходит в другие части. Вот, например, вот здесь цинк обнаруживается только в порошке, который между трупами образовался. Ну и надо отметить, что особенно много образовалось кальция. Просто удивительно, сколько образуется кальция. Вот здесь вот видите, я вас поставил кальций с двумя восклицательными знаками. Здесь образовалось кальция 23%, хотя исходно его было всего там меньше 1% в этой керамической трубке. Вот много кальция тоже образовалось в порошке, который образовался между внешней и трубкой. Здесь вообще кальция 27% наружного. Ну, что интересно, мы ожидали, что при такой наработке уже будут заметны большие изменения в изотопном составе никеля. Вот анализ был с тех организаций сделан и оказалось, что существенных изменений в изотопном составе никеля не обнаружено. Ну, дальше. Ну, собственно, теперь выводы. Ну, давайте опять английский текст следующий. Я буду говорить по-русски. Значит, друзья будут читать по-английски. Значит, выводы. Оптимизация конструкции, применение более цеплостойких конструкционных материалов и надежная герметизация позволила достичь 7-месячной продолжительности работы никелеводородного реактора при избыточной мощности вплоть до 1 кВт и тепловой коэффициент до 3,6. десятых. 1 грамм никеля позволил выделить избыточную энергию около 4100 мегаджоулей. Такую энергию выделяется, когда 100 литров нефтепродуктов сгорает. В ходе работы никелеводородных систем происходит изменение элементного состава. Было обнаружено изменение элементного состава. Особенно сильно возросло содержание кальция. Изотопические изменения в никеле незначительные. Ну, теперь такая фраза, которую мы уже много раз слышали. Огромное выделение энергии с при низкой топливой массы и компактности никелеводородных реакторов в сочетании с обсутствием вредных химических и радиоактивных излучений отходов и излучений открывает принципиально новые возможности для применения в энергетике, в промышленности, в транспорте и в коммунальном хозяйстве. Вот к этому можно добавить только что жаль, что вот это мы понимаем хорошо, а чиновники от науки это не понимают или по какой-то причине не хотят понимать. Очень жаль. Спасибо. Спасибо.